всем привет друзья в этом обзоре поговорим о fpv стульях и так 1 2 и как ни странно это тоже стул и так начнем наверно с этого стула давно мы с друзьями таки стулья используем они покупаются мне местном магазине по цене ну в перевод на доллар и наверно в районе 10 баксов точно стул ни разу не компактный в сложном состоянии то есть еще раз вам показываю мне конкретно практически по пояс то есть высотой более одного метра в сложном состоянии и весит все это дело номера килограмма может быть три точно в общем 23 килограмма весит не очень маленький вес устойчивость классная стул удобный можно на него надо спокойно сесса взять в руки аппаратура от квадрика откинуться на стол летом вообще бомбезно было есть такое отделение для стакана уже начинает рваться кстати летом было актуально туда стаканчики ложить прикольный стульчик и год еще не отходил по моему мы его покупали в конце прошлого года но уже нужна замена минус это абсолютно отсутствие мобильности потому что такой стул можно возить с собой только на машине откладывал пока сторону и переходим к следующим это супер мэра бюджетный вариант за 100 гривен в переводе на доллар и 5 баксов покомпактнее конечно но в таком состоянии вот тоже не очень на самом деле удобно возить носить он вроде как и легкий менее одного килограмма но как-то никуда ты его не положишь и к рюкзаку не примотаешь удобство сидения на таком стуле конечно сомнительно вроде как и сидишь но есть шансы с него и шмякнуться в общем-то спинки нет в общем без стула как бы без спинки без спинки стул покупать это деньги на ветер ну и как бы в рюкзак его точно не положишь и приходим герою нашего обзора да это стул друзья я сам не ожидал да он стоит дорого но вы посмотрите на его габариты в сложенном состоянии то есть вот еще раз наверное закрою все-таки стул в сложенном состоянии и вот мой рюкзак слоймода на 36 литров это какой-то немецкий рюкзак очень классный очень качественный сравнение видите разницу да этот маленький стульчик он такой компактный что его можно без каких-либо проблем пристегнуть просто к рюкзаку вот таким вот нехитрым например способом и идти на полетуху куда-то вдали от машины с вашим рюкзаком и вообще как бы можно не париться и сам стул положить внутрь рюкзака в этом рюкзаке настолько много места что туда и стул поместится без каких-либо проблем кстати рюкзача годный ссылочка тоже на него оставлю в описании что-то там в районе 1200 гривен стоит вроде как большие деньги другой стороны реальное качество этого рюкзака относительно того который был у меня раньше просто отличается поразительно так переходим стулу я уже немножко на нем посидел ранее и оказался он очень удобный в комплекте вот такая странная штуковина которая норовит сложиться самостоятельно ей нужно только буквально чуть-чуть помочь и конструкция готова к использованию стул легкий что-то в районе 700 грамм по моему весит то есть менее 1 килограмма и в комплекте вот такая тоже ткань который сейчас мы будем устанавливать значит спинка у нас там сидеть мы будем здесь то есть берем вот таким вот образом одеваем и теперь собираем этот стул полностью на самом деле очень легко очень быстро и каких-то проблем неудобств я не вижу вот такой стульчик получился необычный по форме дизайн у него классный он не выглядит каким-то колхозным очень на самом деле круто смотрится по поводу пластиковых элементов ну заявлен вес человека который на нем может сидеть до 85 килограмм я вешаю намного меньше поэтому меня это вообще не волнует он настолько легкий что его можно двумя пальцами в руках держать представьте себе это вообще какая-то реальная жесть то есть на на грамм 800 это максимум что он весит по удобству сидеть на этом стуле конечно удобно в принципе но посадка отличается от того же стандартного рыболовецкого стула который вот стоит правее то есть фактически здесь ты как будто бы на шезлонге лежишь вот нужно вообще вот так оправдаться аппаратуру руки или тосить буквально там закрытыми глазами все можно даже спокойно отдохнуть на этом стуле реально удобный есть несколько способов посадки можно принципе вертикально есть спинка есть да нормальная поддержка все супер каких-то там неудобно чего-то такого плохого в общем-то я сказать не могу он действительно крепкий как это ни странно ткань там какая-то фирменная она в принципе порваться не должна и как бы если вы весите менее 80 килограмм однозначно можно такой стульчик заказывать единственно что могу сказать по использованию него вот эти вот ножички они такие маленькие и по диаметру самого упора в землю если вы используете используйте стол в мокрую погоду то отлично землю проникают ножки и соответственно немножко начинают заваливаться на эту сторону в общем если у вас нету какой-то каши под ногами то на траву он нормально одевается без каких-либо проблем стул уникальный в самом роде я просто даже не думал что такие стулья продаются конечно ценник на на флаймоде не сильно бюджетный то есть там по моему до 40 баксов он стоит посмотрите как его легко например сложить это занимает буквально наверное одну минуту полная разборка стула и соответствующая сборка если вы приехали на полетуху и такой стул реально можно взять когда же просто в руки можно взять в рюкзак он помещается без проблем то есть сложили механическую часть и взяли нашу тканевую основу тоже скрутили и уложили за внутрь чехла в общем-то все очень просто и довольно таки надежно конечно думаю его можно будет прикупить на алиэкспрессе чуть подешевле но я реально покупал на флаймоде потому что как только видел впервые этот стул просто не смог отвести от него глаза даже на удивление молния и какая-то один из лучших производителей молнии в принципе да мы очень классно работает в общем вот такой вот стул вот такой вот стол вы я думаю разницу видит если вы планируете как-то путешествовать с квадриком то есть не просто вышел с машины полетала и поехал домой ездите на велосипеде или ходите пешком этот стул это просто находка для вас потому что конечно да можно полетать и стоя но как ни крути если ты приехал на полетуху не на один час а хотя бы на два то в принципе наверное часа тоже хватит чтобы устать стоять на одном месте то этот стул просто находка для вас ссылки на рюкзак и на стульчик на флаймоде на алиэкспресс если не укажу в описании под видео заказывайте и удобно проводите свое время управляя плодокоптером увидимся в новых роликах и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok